Добрый день, уважаемые коллеги, еще раз. Для рака почки, как ни для какой другой опухоли, стандарты лечения за последний год существенно изменились. Прежде всего, я хочу, так как я буду говорить о многих комбинациях, хочу подчеркнуть, что у меня нет предпочтений какой-либо из них по финансовым причинам. Что же произошло за 2020-2021 год в наших и международных стандартах? Первое. Пять комбинаций появились в первой линии терапии метастатического светлоклеточного рака почки, что позволило 99% больных с этой опухолью назначать иммуно-онкологические препараты. Второе. Четырех- и пятилетние результаты продолжительности жизни впечатляют и подтверждают необходимость использования иммуно-онкологических препаратов у этих пациентов. Третье. Несветлоклеточный рак и саркоматоидный вариант почкноклеточного рака мы теперь также можем лечить иммунотерапией. И, наконец, адювантная иммунотерапия является ли будущим стандартом? Я бы хотел остановиться на первых трех, так как Pembro в адювантном режиме еще не вошел в стандарты. Будем наблюдать за ним. А вот три первых пункта уже выполнены. Итак, на сегодняшний день пять новых комбинаций вошли в последнюю версию рекомендаций NCCM. Хочу обратить внимание, что мы уже имеем второй пересмотр рекомендаций за 2022 год. То есть идем существенно, опережая свое даже время. Что это за комбинации? Они могут быть назначены у пациентов как с благоприятным, так и с промежуточным и плохим прогнозом. Поэтому я не голословен, когда говорю, что 99% всех больных являются кандидатами для иммунотерапии. 1% максимально отдаю тем пациентам, которые не могут по каким-то причинам переносить иммунотерапию. Это эти комбинации следующие. Неволумаб и пелевумаб, которые были изучены 5 лет назад. И мы имеем юбилей использования неволумаба и пелевумаба, с чем всех нас и поздравляю. Двойная иммунотерапия. Следующая комбинация, которая была зарегистрирована, это окситениб, таргетный препарат второй линии, перепрыгнувший в первую линию в комбинации с пембролизумабом. Месяц назад в России была зарегистрирована третья комбинация. Кабазентениб, препарат второй линии, также перепрыгнувший в первую в комбинации с неволумабом. Четвертая комбинация, это антипидель-1 антитела, овелумаб, в сочетании все с тем же окситенибом. И, наконец, две недели назад в США была одобрена комбинация пембролизумаба с ленвотенибом, снова препарат второй линии, перешедший в первую линию. Пять комбинаций перекрывают весь спектр первой линии терапии. Почему эти комбинации находятся в стандартах НССН? Они оказали беспрецедентное влияние на продолжительность жизни. Наши пациенты теперь живут годами, и я это продемонстрирую. Если раньше мы делили пациентов на прогнозы, благоприятный, промежуточный и плохой, и действительно пациенты с плохим прогнозом жили 10 месяцев. Максимальный результат, который давал нам Тимсеролимус. Сейчас же деление на прогнозы условно, потому что и нужно лишь для выбора опции. Так как при правильном выборе опции, группа плохого прогноза будет жить столько же, сколько группа благоприятного прогноза. То есть эта кривая подтянется к благоприятному прогнозу. Такого раньше мы также не имели. Начнем с комбинации неволумаба и пелемумаба, которая была первой. Она была изучена в исследовании Checkmate 214, сравнивалась с унитенибом. Особенность этого исследования заключается в статистическом планировании эффекта у пациентов как раз с плохим и промежуточным прогнозом. Неволумаб использовался в стандартной дозе, а и пелемумаб в сниженной дозе по сравнению с другими опухлями 1 мг на килограмм. Сразу три главных критерия, три главных первичных точки. Общая выживаемость, выживаемость без прогрессирования и частота объективных ответов. Что же мы получили? Мы получили отличие в два года у пациентов с плохим и промежуточным прогнозом. 20 месяцев. Риск смерти при использовании комбинации неволумаба и пелемумаба снижался на 34%. Кривые постоянно расходятся с равным промежутком. Нет пересечения кривых, что тоже очень важно. Если мы говорим о таргетной терапии, мы имели пересечение кривых во времени со стандартной терапией, с группой контроля. Здесь же мы наблюдаем равный промежуток во времени. Удержать влияние на общую выживаемость во времени крайне важно. При медиане наблюдения 48 месяцев, то есть 4 года, медиана общей выживаемости для неволумаба и пелемумаба, которая наконец-то была достигнута, составила 48,1 месяца. 4 года наблюдали за пациентами и 4 года они жили. Это пациенты с плохим и промежуточным прогнозом. Опять же, если мы посмотрим на кривые, они расходятся, и эффект даже во времени увеличивается, влияние на продолжительность жизни. 2 дня на ЭСМА мы получили сенсационные данные. 5-летнюю продолжительность жизни больных на НИВА и ИПЕ. В общей популяции 5-летняя общая выживаемость составила 48%. Это все прогнозы. В группе, для которой исследование было спланировано, плохой и промежуточный прогноз, 5-летняя общая выживаемость составила 43%. Это первое исследование для первой линии терапии, которое демонстрирует такие цифры. Вот из всех исследований по раку почки первые данные по 5-летней общей выживаемости для иммунотерапии 43%. Подчеркиваю, на тимсиролимусе, это лучший ответ был в крупном рандомизированном исследовании, пациенты не доживали года. Сейчас практически половина пациентов проживает 5 лет. Могу сказать, что это укрепляет комбинацию НИВА и ИПЕ в стандартах нашей терапии. Если мы говорим о монотерапии НИВУМАБом во второй и последующих линиях терапии, конечно же, 5-летняя общая выживаемость также была прекрасна для последующей линии терапии. 26% она составила. Но где же место иммунотерапии? Начинать надо все-таки с первой линии, пытаться использовать ее в первой линии, потому что в последующих это будет 26% 5-летняя продолжительность жизни. А если с первой линии в комбинациях, это будет 43%, то есть в два раза лучше. Еще одно очень интересное событие случилось на ЭСМО, что тоже закрепит эту комбинацию в рекомендациях. Это устойчивая польза во времени и появление нового термина – conditional survival, то есть прогнозируемая выживаемость. Что это значит? Это некий предиктивный параметр. Если пациент проживет столько-то или длительность ответа будет такой-то, то мы можем с таким-то процентом уверенности говорить о том, что он доживет до 5 лет и дольше. Общая выживаемость. Если пациент проживет 3 года на невлумабе и пилимумабе, то вероятность остаться в живых на протяжении следующих 2 лет составит 79% для пациентов с плохим и промежуточным прогнозом, 81% на круг и 85% у больных с благоприятным прогнозом. То есть практически все пациенты переживут 5 лет, если в течение 3 лет они останутся в живых. Вероятность не иметь прогрессирования болезни после 3 лет на протяжении следующих 2 лет составляет 90% для пациентов с промежуточным и плохим прогнозом. Если у пациента есть ответ на терапию, то этот ответ и сохраняется 3 года этот ответ, то ближайшие 2 года также он будет сохраняться у 90% больных. То есть самое главное нам удержать пациента 3 года любыми способами. Я хочу продемонстрировать наш клинический случай, который подтверждает длительность выживаемости без прогрессирования на иммунотерапии. Это молодой пациент, у него было 4 введения пилимумаба, 4 введения невлумаба, затем у него развился пневмонит, вы можете видеть КТ в декабре прошлого года, а также кожная сыпь зудом. Мы, естественно, отменили лечение, поддерживающую терапию невлумабом, был назначен преднизолон. Во-первых, за 5 месяцев пневмонит практически разрешился, но 5 месяцев пациент не получал никакого лекарственного лечения, и у него через 5 месяцев был зафиксирован частичный ответ, метастазы продолжили уменьшаться, как в количестве, и исчезли некоторые метастазы. У него было порядка 50 метастазов легких, минус 36%. Соответственно, это еще раз доказывает довод запуска. Необходимо себе запустить противоопухолевый иммунный ответ, который затем работает во времени. Он получил потом невлумаб, в настоящее время ответ на лечение сохранялся. То же самое мы видим в исследовании Чекмей-214, в котором показано, что некоторые пациенты из-за токсичности перестали получать поддерживающую терапию невлумабом, но эффект на общую выживаемость не изменился. Верхняя кривая – это пациенты, которые перестали получать иммунотерапию, и минимум общая выживаемость была не хуже, чем в общей когорте пациентов. Теперь мы имеем уже данные из реальной жизни, японское исследование. Также подтверждая снижение риска смерти на 49% по сравнению с таргетной терапией, если мы используем двойную иммунотерапию. Как я сказал, ответы на иммунотерапию длительные. Посмотрите, верхняя кривая – это Нива-ИПи. Минимум, она вообще выходит на плату, длительность ответа. Минимум – это два года. И, как я уже сказал, согласно результатам, доложенным на ЭСМО доктором Моцаром, если длительный ответ, ответ будет длиться 5 лет у пациента. На 55% ответ будет более длительным. За счет чего прогрессируют пациенты на Нива-ИПи? Прежде всего, это за счет появления нового метастаза. Новые исследования, направленные на изучение роли стереотоксической лучевой терапии при олиго-прогрессировании и продолжении иммунотерапии, возможно, также изменят наши стандарты, нашу парадигму. Посмотрим на результаты. Вторая комбинация – это комбинация пембролизумаба и оксетиниба. Она также изучалась в крупном исследовании Кейно-426. В чем отличие этого исследования от предыдущего, кроме того, что здесь используется комбинация таргетного препарата и иммунотерапии? В этом исследовании принимали участие пациенты с любым прогнозом. Если предыдущее было спланировано для промежуточного плохого, здесь для всех прогнозов. И также было две конечных точки – общая выживаемость и выживаемость без прогрессирования. На АСКО были представлены в этом году отдаленные результаты трехлетнего наблюдения за пациентами. Кривые также расходились, и риск смерти снижался на 33%. Хотя, если мы посмотрим на медиану, она была несколько ниже, чем для неволумаба и пелемумаба. Но что интересно, в этом исследовании пембролизумаб назначался два года, а затем отменялся, продолжался только оксетинид. А эффект сохранялся. То есть это опять же говорит о том, что иммунотерапия, в данном случае в комбинации, имеет осроченный эффект. Посмотрим на результаты четырех- и пятилетней выживаемости. Они будут интересны, учитывая, что вот здесь несколько кривые начали сходиться. Но дождемся и сделаем вывод. Третья комбинация. Анти-PD-L1 уже антитела, виллумаб, с оксетинибом. Исследование Javelin-Renol 101. Почему оно интересно? И в чем его отличие? Отличие в том, что оно, в отличие от всех исследований других для иммунотерапии при раке почки, спланировано для пациентов с экспрессией PD-L1. То есть наибольшие данные по эффективности иммуно-таргетной терапии мы получили у PD-L1 экспрессирующих пациентов из этого исследования. Комбинация также сравнивалась с унитенибом и имела две конечных точки. Опять же, у PD-L1 позитивных пациентов. Это выживаемость без прогрессирования и общая выживаемость. Мы знаем, что PD-L1 экспрессия – это сразу негативный прогноз для таргетной терапии. Это еще мы знаем с 2015 года. Нижняя кривая – это общая выживаемость при экспрессии PD-L1 на позапонибе или с унитенибе. Соответственно, таргетная терапия здесь точно не вариант. А вот виллумаб, оксетиниб могут быть вариантом и являются вариантом. Первичная и конечная точка сработала в прошлом году. Были представлены результаты и опубликованы в журнале ESMA. Кривые разошлись. Пациенты в большем количестве случаев перестали получать с унитениб. Половина продолжили получать комбинацию. Риск прогрессирования снижался на 38%, и данные были достоверны. Не дожидаясь результатов общей выживаемости, FDA одобрила виллумаб, оксетиниб как у PD-L1 позитивных, так и у PD-L1 негативных пациентов, потому что эффект там тоже был. Но лично мое мнение, раз исследование спланировано для этих пациентов, мы можем использовать у PD-L1 позитивных пациентов. Интересная находка этого исследования заключается во влиянии первой линии на вторую линию терапии. Если пациенты получали комбинацию в первой линии, то риск прогрессирования во второй линии снижался на 48%. Чем интересна эта находка? Мы можем с первой линии планировать первую, вторую и последующие линии, определить экспрессию, назначить комбинацию и быть уверенными, что сработает не только первая линия, но и вторая линия в будущем. Недостаток этого исследования – общая выживаемость. До сих пор мы не имеем четких данных. Первые данные показывают отсутствие различий в группах. Однако, возможно, это нивелировано было последующими линиями терапии. Дождемся же более длительных параметров наблюдения и медиан в этом исследовании. Во всех группах прогноза комбинация сработала, в отличие от двух предыдущих исследований, где наибольший эффект был достигнут для промежуточного плохого прогноза. Авелумапоксетиниб сработал везде. Ну и частота ответов впечатляет. 56% у экспрессантов с глубоким ответом – это превосходные данные. Следующая комбинация – комбинация нивелумаба и кабазентениба. Она изучалась также у пациентов со всеми прогнозами. Отличием этого исследования была оценка только выживаемости без прогрессирования как главного критерия. Кабазентениб использовался в стандартной дозе, но этот препарат был второй линии. В комбинации с нивелумабом тоже в стандартной дозе. Итак, выживаемость без прогрессирования сработала. В начале этого года данные были опубликованы в New England Journal of Medicine. Как мы видим, кривые существенно расходятся. И медиана выживаемости без прогрессирования составила 16,6 месяца. Это только медиана выживаемости без прогрессирования. Что в два раза было лучше, чем сонетениб. Что меня смущает в этом исследовании? То, что медиана на сонетенибе была 8 месяцев меньше, чем во всех остальных исследованиях. Почему? Не знаю. Возможно, такая когорта пациентов. Тем не менее, риск прогрессирования снижался на 49%. Также достигнуты преимущества по частоте ответов. 55,7% больных ответили на эту комбинацию. Половина отвечает сейчас больных с почно-клеточным раком. Такого раньше не было. Общая выживаемость была вторичной, конечной точкой. По настоящему срезу данных мы имеем достоверные отличия между группами. Хотя медианы не достигнуты. Подождем более долгих сроков наблюдения за этими пациентами. Пока кривые идут очень близко. Посмотрим, что будет в будущем. Опять же, это интересно. Если мы сочетаем таргетный препарат и иммунный препарат, дает ли это такой же эффект на длительность продолжительной жизни, как два иммунных препарата? Пока Пембра и Аксия наиболее близки к отдаленным результатам оценки по этому параметру. Ну и, наконец, третья комбинация. Совсем новая. Как я сказал, месяц назад она была зарегистрирована в США. Это комбинация Пембра-Лизумаба и Линвотениба. Исследование третьей фазы КЛИА 1069 пациентов. Исследование спланировано для пациентов со светлоклеточным раком почки. Любой прогноз. Три группы было в этом исследовании. Пембра-Лизумаб Линвотениб сравнивался с Унитенибом. Вторая группа Линвотениб и Виролимус. Мы знаем эту комбинацию из последующей терапии рака почки. Вторая, третья линии. Также сравнивался с Унитенибом. Но, конечно, наибольший интерес представляло сравнение Пембра-Ленва с Унитенибом. Главным критерием в этом исследовании была выживаемость без прогрессирования. И вот ее результаты. Конечно, они феноменальны. Кривые существенно разошлись. Медиана выживаемости без прогрессирования – это не общая выживаемость. 23,9 месяца на Пембра-Линвотенибе. Риск прогрессирования снижался на 61% по сравнению с Унитенибом. Отличия были получены при сравнении Линвотениба и Виролимуса с Унитенибом. Хочу отметить, что в этом исследовании из всех предыдущих был наименьший процент больных с плохим прогнозом. Возможно, это повлияло на такие цифры. Тем не менее, даже если мы говорим о благоприятном прогнозе, цифра очень хорошая. 23,9 месяца длительность контроля над болезнью. Частота объективных ответов. 71% больных ответил на лечение и 16% полные ответы. То есть полное излечение от всех метастазов. Конечно, эта точка также сработала. И вот эти данные очень замечательны. И, конечно, мы все их ждали и радовались. А теперь ложка дегтя. Ложка дегтя – это общая выживаемость. К сожалению, в настоящее время мы видим, что кривые пересеклись. Тем не менее, при срезе оценки в начале года были получены достоверные отличия пембра линвотениба с унитенибом. Линвотениб с унитенибом не сработал даже при первом срезе. И с унитениб оказался даже лучше, чем линвотениб с унитенибом. Черная кривая – это с унитениб, синяя – линвотениб с унитенибом с унитенибом. Но, тем не менее, это первые данные. У нас нет медиан. Мы должны их дождаться, и мы должны посмотреть отдаленные результаты на общую выживаемость. Ведь они сейчас представляют наибольший интерес. Пару слов о токсичности. Происходит ли расплата за эффективность в плане токсичности? Токсичность существует. Неволумаб и пелумаб – 48% частота нежелательных явлений третьей степени и выше, которые были связаны с лечением, а дальше по нарастающей. Максимальная частота – это на пембра линвотенибе 68,8%. Плюс мы должны опираться на длительность наблюдения, увеличивается ли токсичность во времени. Для первых двух комбинаций – НИВА-ИПИ и ПЕМРА-АКСИ – увеличение токсичности во времени не показано. Посмотрим, что будет для других комбинаций. Саркоматоидный вариант. Вне зависимости, светлоклеточный или несветлоклеточный рак почки, если у пациента есть саркоматоидный вариант, абсолютные рекомендации по всем гайдлайнам – это иммунная терапия или иммуно-таргетная терапия, так как риск смерти снижается на 55%. То же самое мы имеем хорошие результаты для несветлоклеточного рака почки. НИВА-ИПИ и ПЕМРА-АКСИ – уже изучены и дают нам надежду на использование иммунотерапии для этих подтипов. Таким образом, отвечаю на вопрос, что изменилось в стандартах лечения для рака почки. В стандартной терапии первой линии появилось 5 комбинаций, дающих годы жизни даже безнадежным пациентам с плохим прогнозом, излечивающих 10-16% больных и контролирующих болезнь на протяжении многих лет у наших пациентов. Спасибо за внимание. Я бы хотел еще остановиться на одном предложении. Сейчас мы анализируем в ретроспективном исследовании эффективность иммунотерапии во второй и последующих линиях. Если у вас есть пациенты, которые получали НИВА-ИПИ или ПЕМРА-АКСИТИНИБ во второй и последующих линиях, пожалуйста, напишите мне, я пришлю анкету, и мы включим вас в наше исследование. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.